Ущерб фермерам от запрета экспорта превысил 1 триллион тенге. Об этом сообщили депутаты Можелеса в своем запросе на имя главы Минторговли Жумангарина. Незаконный импорт и демпинг со стороны зарубежных поставщиков молочной и другой сельхозпродукции – высокая конкуренция. Этим и не только депутаты поделились с нами. Ограничив экспорт сельхозпродукции, правительство тем самым пытается снизить стоимость продуктовой корзины и увеличить объемы переработки, уверены народные избранники. А в убытке только бизнес. И, как сообщил представитель партии Республика, всего за три года было вынесено 8 запретов, 5 квот и 2 экспортные пошлины при вывозе сельхозпродукции. Это лук, картофель, пшеница, шкуры животных и квота на экспорт семян подсолнечника. Живой пример привели в Можелесе на неделе. В июле 2022 года предприниматель из Узбекистана заключил контракт на поставку казахстанской пшеницы по цене 520 долларов за тонну. В августе того же года введена квота на пшеницу. И предприниматель, который согласился покупать за 520 долларов, в сентябре купил эту пшеницу за 350 долларов. Предприниматель братской страны передает пламенный привет нашему правительству и особую благодарность. Пострадали только наши предприниматели. Тогда чьи интересы защищает наше правительство? Рост продовольственной инфляции, по словам Айдарбека Ходжа Назарова, за три года превысил 50%. Как раз с того момента, когда начали действовать ограничения на экспорт. А ущерб в один триллион тенге, нанесенный производителем, пытаются возместить, повышая цены. Например, подсолнечное масло уже подорожало. К примеру, с момента принятия ограничений на экспорт семян подсолнечника, цена масла за три года выросла с 400 до 800 тенге за литр, то есть в два раза. Запрет на экспорт в конечном итоге негативно сказывается на развитии внутреннего производства. К слову о молоке. Стало известно, что Казахстан ограничил ввоз одной из марок популярного российского молока. А вот причина – повторное несоответствие жирно-кислотного состава молочной продукции. Минсельхоз пока не подтвердил данную информацию. На полках магазинов преобладает импортная продукция больше всего из России и Беларуси. Ну а правительству мужелесмены предложили выплачивать фермерам компенсации при ограничении импорта.